МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Диспетчер выясняет, какие у пациента жалобы и контактные данные. Затем информацию передают бригаде, и врач или фельдшер начинают собирать чемодан. На каждый случай свои препараты и медицинское оборудование, так называемая укладка. Родовая, токсикологическая, реанимационная, травматологическая. Работники скорой всегда на ногах, готовые ко всему. Случаев, конечно, очень много. Очень много, которые и запоминающие, и о которых не хочется вспоминать. Но был не так давно случай, когда мы спасли женщину. Она вызывалась болями в груди. Во время осмотра она дала остановку сердечной деятельности. Пришлось однократно делать разряд дефибриллятора. В последующем женщина осталась жива, была отправлена в Нижний Новгород. У нее был трансмуральный инфаркт миокарда. Она была шунтирована, ну и благополучно, в принципе, выписана. Бывает так, что, приехав на вызов, медики понимают, что помощь не нужна, решили проблему самостоятельно, сбили температуру, справились с одышкой. Тем не менее, пациенты все равно осматривают, чтобы убедиться, что все хорошо. Случаются и ложные вызовы. Зачастую, особенно летом, вызывают на дачные участки. Не зная местность, непонятно, куда ехать. Бывают сложности и с проездом во дворах. Все дворы, особенно в ночное и вечернее время, заставлены автомобилем. Очень сложно добраться до подъезда. Приходится пешком-то, конечно, мы доберемся. Но обратно, если необходимо транспортировать пациента в стационар, его приходится нести, тут уже возникают сложности, поскольку автомобиль близко не подъедет. И помимо того, что нас мало, и основной коллектив у нас женский, приходится привлекать постороннюю помощь со стороны. Для них не существует выходных. Они всегда стоят на страже здоровья и готовы прийти на помощь саровчанам. 28 апреля работники скорой отмечают свой профессиональный праздник. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем работника скорой медицинской помощи. Несколько лет проработав на скорой помощи, я не понаслышке знаю о всех прелестях вашей профессии, всех сложностях, когда приходится у постели больного в короткий промежуток времени, не имея за спиной ни лаборатории, ни рентгена, ни УЗИ, принять правильное решение, отчинить состояние больного. И от этого решения зависит именно жизнь пациента. Хочу вас поблагодарить за преданность призванию, за ваш честный, профессиональный и человеческий долг, который вы выполняете. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.